Едва отметив новоселье, они рискуют стать бомжами. В Щербинке более 160 семей вот-вот останутся без крыши над головой. Их попросили освободить жилплощадь. Хотя за эти квадратные метры многим платить не один год. Они покупали квартиру в ипотеку. Но самое страшное для почти бездомных родителей то, что детей, скорее всего, заберут в приюты. Так кто и почему выгоняет людей, разбирался Александр Карпов. Жители Щербинки выгнуло на улицу отчаяние. У них отбирают квартиры, купленные многими на последние деньги. Продали квартиру двухкомнатную, улучшили условия. Купили трехкомнатную квартиру и хотят сделать нас бомжами. Я заплатил 4 миллиона 400 рублей. Продал мне квартиру мошенник, которого заселил в эти квартиры человек из Министерства обороны. В 2010-м сотни муниципальных квартир в домах для чередников по улицам маршала Савицкого и Брусилова были похищены преступной группой прапорщика Даниэляна. Вот его фигуранты 14 уголовных дел берут с поличным. Были проведены мошеннические действия и подлог документов, которые позволили им предоставить известным им гражданам, семьям квартиры по договорам социального найма. Открывают финансовые лицевые счета на эти квартиры на липовых военнослужащих, отдают документы Федеральной миграционной службы, их регистрируют по месту жительства. Жулики успели приватизировать жилье через суд и продать нынешним владельцам. Афера вскрылась в прошлом году. Вот та самая квартира, которую я приобрела за 5 миллионов 900 тысяч. Я продала однокомнатную квартиру, полмиллиона заплатила риэлторам, для того, чтобы у детей была своя комната. Нам стали приходить исковые от департамента, который требует вернуть эту площадь обратно. А с детьми что? Детей заберут в детские дома. Оксану, жену сотрудника МВД, органы опеки тоже предупредили. Как только она станет лицом безопределенного места жительства, детей изымут по закону. Меня лишат родительских прав, детей отправят в детский дом. Зная нашу ситуацию, работодатель утверждает, что я буду уволена, и мой муж в том числе с работы, в связи с тем, что я потеряю московскую прописку регистрации. Суды уже выносят решение о выселении. Спорных квартир пока 163. Департамент жилищной политики официально своим письмом предлагает выселяемым людям идти в ночлежки, в дома ночного пребывания. То есть 163 семьи рискуют лишиться не просто недвижимости, а вообще всего. Жилья, работы и даже детей. Это при том, что все они законопослушные граждане России. В департаменте поясняют, что только выполняют решение суда. В рамках административных дел отдельных они могут требовать у тех, у кого купили жилье, деньги вернуть. Но я же не бандит, как я могу взыскать? Каким образом? Через суд? А если у него ничего нет? Юристы говорят, добросовестные приобретатели не должны отвечать за мошенников. Ставят в вину первое, что они не проверили, что договоры с Уцнайномом были поддельными. Хотя это ни юридически, ни практически невозможно. Выселяемым, правда, предложили условия мирового соглашения доплатить за уже купленные квартиры. 5 миллионов 300 за трешку. Еще 5 миллионов? Да. А вы за сколько квартиры купили? Мы покупали за 9 300. Таких денег ни у кого нет. Большинству еще лет по 15 выплачивать кредиты и ипотеки. На улице окажутся более 400 человек. Александр Карпов, Александр Кучеровский, Вести, Москва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова